Всем большой привет! Начинаю снимать новый влог. Решила, что уже пора бы, иначе буду просто сидеть и показывать вам готовые работы, а в процессе ничего интересного так и не засниму. Я сегодня снова в своей лапопейсе любименькой. Я надеюсь, что скоро-скоро-скоро я начну вязать новые лапопейсы для нас с мужем на новый осенний-зимний сезон, горные в особенности. А пока что при любой непогоде, как только становится холодно, она меня единственное согревает, выручает, ее я не боюсь как-то испачкать. Все после стирки снова становится прекрасно. И у нас действительно сейчас очень холодно, хотя еще неделю назад мы гуляли в футболочках в летних. И с голыми ногами я сейчас снова плюс 5 градусов. Вчера вообще шел снег. Такая вот погода в апреле в Германии может быть. Я даже не предполагала, что я здесь буду вообще так мерзнуть просто. У меня в Омске сейчас плюс 16 на минуточку, а здесь вот так вот плюс 5. Я сегодня ездила по делам в город и была вот в шапке, в зимних ботинках, в зимней куртке. И домой пришла, надела сразу лапопейс, чтобы согреться. В общем, что у меня произошло за это время, что вы не смотрели мои ролики. В общем, за этот промежуток времени между видео я практически довязала свитер Ingrid по описанию 5 нит. Я прям в предвкушении стирки этого изделия, потому что пока непонятно. Пока что мне нравится посадка, мне нравится безумно цвет, который я выбрала для этого свитера. А именно цвет номер 29 пряжа Drops Cotton Merino. Меня просили в прошлом видео показывать поближе пряжу, состав. И я действительно раньше так делала, потому что достала в экран показывать, тыкать, как все. И вот, пожалуйста, поближе можете сейчас рассмотреть эту пряжицу. У меня остался один целый моток нераспакованный. И, как вы понимаете, буквально я вообще надеюсь сегодня его закончить. Но перед этим я вам, конечно же, покажу, как он выглядит до ВТО, на каком я сейчас этапе конкретно и так далее. И надеюсь сегодня его закончить и в этом влоге уже показать вам готовое изделие. Немножко съехала камера. Плюс ко всему в этом влоге я также надеюсь закончить свой топ из 100% буретного шелка комиссоли номер 9. Мне нужно его просто примерить, определиться с длиной и уже вывязать подгиб, подшить. Вот, такой план. Плюс ко всему я на работе для нашего магазина начала вязать одну сумочку крючком. Из нового журнала вязание крючком от Лана Гросса. Они, не знаю какой год, третий год точно выпускают конкретно журнал для крючковязов. И оттуда мы выбрали одну сумку. Покажу вам все свои фотографии. Вот ее я вяжу. Правда, не из оригинальной пряжи, потому что мы решили ее убрать из ассортимента магазина. Заменили на тюб. Это такой шнурок, смешанный хлопок полиамид. Очень приятное вязание. И я вот, я вообще всегда летом очень сильно хочу вязать крючком. У меня просто непродолимое желание. И так как у меня много-много арафий, я хочу в этом влоге также начать еще одну сумку крючком. Крючком, возможно, точно такую же, как я вяжу для работы. Он состоит, как вы видели, из бабушкиных квадратов. Ничего сложного. Там столбики и все. И ради такого дела я достала из своих запасов вот такую вот... Надо подальше немножко нам показывать. Вот такую вот шикарную, не побычу этого слова, арафия. Арафия хамонака. Эко андария называется. Это японская арафия. Очень красиво. Здесь четыре мотка одного цвета. И один моток вот такой вот секционный какой-то. И я вот думаю, что классно будет связать эти бабушкины квадраты с добавлением цветной арафии. А все остальное уже сделать однотонно. Вот такая вот у меня задумка. И прямо сейчас, честно говоря, хочется начать, но я дала себе слово, что все же довяжу джемпер Ингрид и раскатаюсь с футболкой. Все это красиво оформлю. И только потом уже приступлю к сумочке. Плюс ко всему у меня еще готова другая сумка из арафии, которая начинала еще в прошлом году, как только получила арафию. Кстати, я не сказала, что вся арафия моя из магазина Лана Деко. Ссылки на магазин будут в описании к этому видео. Хозяйка магазина русскоговорящая Светлана. Поэтому по всем вопросам можете ей писать в Инстаграм. Она вам все подскажет, расскажет. Плюс ко всему у нее выходят очень стабильно разные интересные сторис с уроками по вязанию из арафии. Так что подписывайтесь еще на ее Инстаграм. Оставлю ссылку на Инстаграм и на ее сайт. Но вообще, если вы перейдете к ней в Инстаграм, вы и увидите в шапке ее профиля ссылку на сайт. Вот. Вся арафия моя оттуда. И плюс ко всему на эту арафию действует промокод 10% скидка натоштрикс. При покупке уводите и пользуйтесь на здоровье. У нее самый, мне кажется, большой выбор арафии в Европе. И, может быть, даже единственный магазин, который продает арафию в таком количестве в Европе. Вот. Так что хочется вязать из арафии. Ничего с собой поделать не могу. Посмотрим, что из всего этого выйдет. А пока давайте покажу вам свой полуфабрикат Ингрид Свитер. Сейчас, конечно, цвет полностью не передается. Но я выставила экспозицию так, чтобы хотя бы дико не засвечивалось. Вот на таком у меня этапе находится свитер. Я связала оба рукава. Один я умудрилась связать за воскресенье, по-моему. Короче, целый день я была дома. Я связала полностью рукав. Вот. Второй так набегами я вязала. И сейчас я нахожусь просто в шаге от того, чтобы начать последний заключительный блок узора. Это вот дырочки и резинка уже 2 на 2. И дальше идет закрытие. На все про все у меня осталось пряжи вот столько. Плюс один целый моток. Я надеюсь, что у меня хватит. То есть тютелька в тютельку 9 мотков у меня уходит на этот джемпер. Так. Что интересного про него могу рассказать в ходе вязания? В ходе вязания мне все нравилось. И нравится по сей день. Как пряжа по спицам течет. Она такая мягкая. Такая какая-то промасленная. И на бамбуковых спицах. В спицах мне очень нравится ее вязать. Это синиеты мои из набора. Я ими бесконечно довольна. Нисколько вообще не разочаровалась. Горловину я решила сделать вот такую. Двойной резинкой 1 на 1. Здесь все красиво пришито. Единственное, что... Здесь просто безумное количество кончиков. Посмотрите, вот на одном месте. Смотрите, сколько кончиков. У меня ни в одном, мне кажется, изделия столько не было. Дело в том, что тут вязание... Сзади укороченные ряды. Тут укороченные ряды. И кое-где автор предлагал просто обрезать нить. Начать там с середины. И такое вот в районе горловины по спинке происходит. Плюс это происходит также здесь на рукавах. Смотрите, здесь скос плеча. И окат рукава. Все вяжется укороченными рядами. Необычно, потому что в шторм-свитере, например, нету оката рукава. Просто он ровно идет. А здесь вот так вот спускается. Пока что в районе резинки 2 на 2 узор сжимается. Но я надеюсь, что после стирки эта пряжа резинку держать вообще не будет. Потому что так задумано. Не должна она держать резинку, не вязать. И вот до этого момента вот, то есть от горловины и до сих пор я проходила отпаривателем. Чтобы посмотреть, все-таки резинка даст слабину или нет. И вроде как особо не держится. И очень надеюсь, что после стирки в машине все расправится. Особенно вот здесь как-то странно смотрится. Если это так, так бы осталось. Так что вот, смотрите, какая я молодец. Я очень надеюсь, как я уже говорила, довязать его сегодня-завтра, постирать. И уже, может быть, в ближайшее время. У нас, кстати, планируется вязальная встреча в воскресенье. Может быть, я там что-то тоже поснимаю. И на эту встречу надеюсь уже этот свитер. 50 хлопок, 50 мирнос, напомню, состав для нынешней. Совершенно не летней погоды, по-моему, идеально даже. Да и на другую погоду тоже было идеально, даже если было теплее, чем сейчас. В общем, моя задача на сегодня максимально провязать это изделие и уже идти дальше по списку. Ну что, девчонки, подключение из ванны, это значит, что я пришла устраивать стирку, ну не большую, а минимальную. Потому что основное количество своих свитеров, джемперов я уже постирала, упрала на хранение на лето. Но сегодня особенная стирка, которую, наверное, многие ждали, многие спрашивали. Я буду стирать вот этот джемпер из Катя Плума. Очень неоднозначная пряжа, это что-то типа вспушенного хлопка с полиамидом. Очень мягкий, приятный на ощупь, безумно. Я последние денечки таскала его дома, естественно, посадила пятно, как всегда, вот здесь. Я не знаю, как я вообще ем, как я пью, что у меня постоянно какие-то пятна. О, нашла место, которое вылезал кот. Этим мне очень понравилось, что же петли мне сместил. Короче, я сейчас буду его стирать. Стирать буду. Давайте опустимся так в раковине. С помощью вот такого вот средства, которое купила у себя в магазине. Вообще, это для шерсти и так далее. Но другого средства у меня нет, поэтому буду добавлять это. Надо немножко, но я прям не щажу обычно. Вот так вот наливаю. Так что давайте будем стираться. И посмотрим, что с ней станет. Вообще, в идеале, можно было в машинке постирать. Кстати, она стала выглядеть после нескольких носок. Я не знаю, раз пять носила, остальное время дома. Вот, маленько прибился этот пух. Придется, наверное, действительно, маленько подчесывать после высыхания. Итак, поехали. Смотрите, у меня такое ощущение, что вышла краска. Это не грязь. Это не коричневый, это какой-то оранжевый. Какой-то краситель, короче говоря. Немножечко выше. Ощущается просто как вата. Мне кажется, я обратно в ту форму его не сверу. И, кстати, при носке у меня подсели рукавчики. Подпрыгнули, но это обычное дело. И через вот долгое время я снова его надела. Через полгода где-то. И рукава. Я думала, что мне придется их обрезать и все-таки укоротить. Они сами как-то сели. Короче говоря, теперь ничего укорачивать не надо. Теперь все идеально. Ладненько. Стираемся дальше. Итак, я постирала, прополоскала и даже уже отжала джемпер. Отжала его прям в руках. Вот видите, выкручивала. Не жалела абсолютно никак. Это ему испортится. Но и фиг с ним. Сейчас пойду его на полотенце, на сушилку размещу и будем ждать его высыхания. Ну что, мой эксперимент закончился. Джемпер постиран, высушен. И я вам скажу, что он вообще не поменялся. Ну вот вообще. Разве что стал чистым. Я не вижу разницы, как было до и после. То есть во время сушки он стал выглядеть каким-то прозрачным, сетчатым. Но потом он высох и снова стал таким, каким и был. Вот такой вот бомжеватый вид он был изначально. То есть с этим ничего не сделаешь. Это такая пряжа. Единственное, что меня в этом джемпере маленечко подбешивает, это то, что рукава связаны очень плотно по сравнению с телом. Мне надо было поменять номер спиц на рукавах. Я этого не сделала. То есть это малая величина. Она по кругу всегда вяжется плотно. Так что хочу вам сказать, что на руках стирать эту пряжу абсолютно безопасно. Не знаю, что будет, если постирать в машинке. Может быть, что-то действительно сваляется и будет еще страшнее, чем оно должно быть. Но вот я стирала на руках и с моим джемпером абсолютно ничего не произошло. У меня есть буквально одна минута, чтобы вам показать, что я вчера все-таки не удержалась и взялась за рафию. Достала сначала хамонако. Одна... У меня один вид такой металлизированный, металлический цвет. Второй с переходами цвета. Такой. Несколько цветов в одном, можно сказать. Еще есть у меня одноцветная рафия матовая из Пи. И вот я с бобиной немножечко начала вязать квадратики. Не, не квадратики. Это шестиугольники. По мотивам сумки из журнала Лана Гросса вставлю вам фотографию. Мне писали. Я уже показывала, что хочу ее связать. Мне писали девчонки, что вязали ее. Самое страшное это соединять мотивы. Но это, наверное, в любом... В любой вещи, которые связаны мотивами. Самое страшное убирать кончики и соединять. И вот я прям безумно довольна, как у меня получилось. Я связала два мотивчика. Второй, чтобы закрепить навык. Отпарила. Сделала, кстати, фотографии до и после отпаривания. После отпарки рафия прям реально на глазах распрямляется. Я даже не думала, что этот мотив будет выглядеть так красиво. Посмотрим, доведу я это до ума или нет. А сейчас побежала на работу. Всем приветики. Я решила записать небольшой эпизод. Рассказать о том, что вчера в моей жизни случилась первая визуальная встреча. Нас организовала Даша с канала Need for Memories. Я оставлю на нее ссылку в описании к этому видео. И Даша также является организатором чата всех вязальщиц Германии. То есть вы можете туда тоже добавиться, написав Даше личное сообщение в ее телеграм-канале. В общем, все ссылки будут, я уже сказала, под видео. И вот мы собрались. Нас было, сколько получается, семь человек. Мы очень душевно, очень уютно посидели в одном из кафе Штуткар. Там девчонки некоторые приехали издалека. Кто-то, ну как я, например, живет недалеко. То есть разные все. И это было так классно. Мы к часу, по-моему, собрались. И только в полшестого где-то мы потихонечку начали расходиться. Долго сидели, болтали и про вязание, и не про вязание. И, конечно же, не обошлось без подарочков. Я там снимала, но, сами понимаете, общественное место, очень шумно. У меня микрофона нет. И нет столько микрофона, чтобы каждый, кто говорил, хорошо все это записывалось. Но я в любом случае хочу вставить эти кусочки. Знаете, это что-то типа... Мы насмотрелись, как девчонки встречаются в Москве, в Питере. И нам вчера было так радостно, что у нас тоже такое получилось примерно. В следующий раз надо собраться и организовать поход в магазин, наверное, как-то так. И я хочу тоже эти кадры вставить просто на память. И мне кажется, вам тоже будет интересно посмотреть, как мы сидели, как мы общались, что друг дружке дарили. Так что давайте сейчас посмотрим. Давайте, раз, два, три. Даша, тебе как организатору вообще вот этого чата и этой встречи. Если бы не ты, мы бы не встретим. Нет, нет. Просто небольшой подарочек. Осторожно, да? Небольшой подарочек для тебя. Надеюсь, показать всем. Как хочешь. Покажи, конечно. Как это? Покажи. Это ты, пообщай. Я правда это не ожидала и все так непонятно по себе. Ну, это деткам, скорее всего, больше. Битва детей, мужа и меня будет. Спасибо. Ого! О себе! Ты что, я первый раз... Это насочная пряжа. Обычная насочная. Там нигде не стоит никаких знаков, но... Откуда она по-турецки как-то не пустила. Может быть, даже... Я даже не знаю. Я тоже такое не увидела. Оп, да. Уживо себе. Намотка, как у... Как у Арветы. Как у Арветы или я, Воль, Атлана. Да, Атлана. А здесь то, да. Можно я... Такое. Сверстистенькое. Там, например, бумажка. Пушистая. Да. Там китмахер. Помню точно. Спасибо по волосам. Говорила, вроде бы, что тебе такие голубые, синие, зеленые оттенки нравятся. Нет, еще не вязала. Дай мне подарок. Даже эта теме. Потому что это была моей тайной. Может, мать, тебя не сомневает. Хотела, чтобы тебя маленько подарок. Марфины. Так что, что ты блин. Меня папа знала. Статуре для носков? Да. У тебя есть? Нет. Слава Богу. Какая пугала. Так. Спасибо большое. Дорвик. Господи, да? Да. Не надо я второй раз использовать. Хотя я свою сохранила. Она смогла сохранить? Да, я это смогла. Прямо с нее эко. Я на нее смотрела. Очень красивая. Ну-ка, ну-ка, покажи. Я даже... Я такую даже не знаю. Для нас... Это, видимо, надо в носок засовывать, когда пятки вязали. Когда пятки вязали. Да, пятки вязали. И улучшается... Тайк. А у меня с собой есть носки с пяткой. Надо сейчас... Сейчас будем мерить. Да, да, да. Тут есть общее для нас такое. И для нас такой вот пятки до носка. Это очень удобно. Вообще классно. Мне только для себя носки вязать. Я еще как-то... Вот так красиво. Слушай, запаковано вот это вот. Это вот вязачный. Таня Штайн. А-а-а. Помогу. Слушай, как вам считать Таня Штайн вам? Да, слушай. Что это тут такие? Тут просто рви. Какая-то. Какая-то. Просто выдашь. Да. Это мне опять, да? Да. У меня тут все по-пругому. Ну, опять голубанка, что ты сказал, что это не воркан. Конечно, не получила лайфхак. У меня есть такая желтая и розовая. Я ее как раз собиралась так. И так, вот длинный тон такой и зеленый туда собрался. Спасибо. Ну, или-то с ней лечить. А ты не любишь, по-моему, шелк? Почему? Нет, это мой любимый. Говорила, что у тебя на каких-то шпицах она скрипит или что-то в этом. Мереносная, экстра-файн меренение. Я не говорила, что ты с кашемиром и с шелком у меня бегушкой. С кашемиром. С кашемиром. А вот эта вот я не с кашемиром. Приласка. Спасибо. Будь здоровая. Не вяжете ли перчатки мосты или на шапочку? Шапочка, смотри, видишь, у тебя есть голубая. Здравствуйте. Здорово. Я сейчас даю или даю плакать, а не уходим. Спасибо большое. Так что у тебя чемодан есть место. Передача подарков продолжается. Ух ты, это что такое? Вау. А я, кстати, пользовалась такими похожими. Да, потом переходила на эти, кунджак или как они там, фористские. Да, да, да. Да, да, да. Это для лечения. Да, да, да. Это для лечения. Чай. Нет, не чай. Это для лечения. Это для лечения. Да, малина, белочка, мазька. Короче, у меня это очень простит. У меня это степенность, потому что похудеть. У меня это будет. Но ты по одной ешь в день. Масочки. Угу. Это тоже надо. Когда запознать сидишь, то есть. Да. 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 Спасибо большое. Угу. Еще конфеты. Ооо. Хочется, чтобы я была больше. Не страшно. Ооо. Тоже вкусненький. Ооо. И длительное спасибо. Для лечения и кухни. Да, скоро пашу. Мне правда очень вкусно. Немножко. Аааа. Вот тут, а сколько взлетового нет? Ааа. Спасибо. Это мне спасибо. Ну ничего себе. Ольга. Вот это подход. Вот это подход. Ты вообще человек готовился. Да. Такие масочки тут. Конфетки. Спасибо. Спасибо большое. И такие красивые наклеечки. Ааа. Ааа. Хорошо, что я еще. Что там Даша? Упаковывается в подарки. Я хотела у меня такая же голубая еще лежит. Такой цвет. Да? С кашемером в смысле? С голубенькими точками. Ааа. Да. Я еще подумала, нет у меня крем. Надо поддержать желтую тему. А, да, да, да. Видишь, сейчас желтый какой-то. Да, ну. Девочка, а я еще не посмотрю сейчас. Это Надаша. Да. Маша. Настя. Настя. Оля. Юля. Оля. А ты? Даша. 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 Очень приятно. За которой спонтанно хотела прийти. Ты в Хайдельберге живешь, да? Нету. Хайдельберге. Молодец. Мы живем недалеко от Хайдрона. Хайдрон. А, Хайдрон. Угу. Сама вдвоем приехали или... Не, нас папа привез, и это была ошибка. Лучше мы ездим на поезде. Да? Да? Почему? О, я думала, Даша подарки упаковывает, а она что-то достает. Ничего не слышно, наверное, на Пойке. А Юля тоже блогер? Да, у нее тоже канал. Да? Да, да. Что-то я не знаю. Лас. Он очень мочарный. Кошемер. Что-то я тут вижу. Кошемер. Вау. 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 Из одного матка. У меня тоже красиво. У нас такая тоже есть, только не Файн, а обычная. Классная пряжа. Я мужу шар вязала. Да. цвет какой шикарный модный цвет да так я наоборот буду снимать это типа для перчаток или носков я не могу это у меня уже не было это можно взять и будут выкладывать у тебя есть с собой на шкидку смысл в том что так вот как кармашка когда складываешь то они фиксируются и они куда не выкладывают и здесь еще на липучке маркеры складываются вот это вот конечно вообще подгон конкретный а это просто коллаж они вообще простые у тебя ничего не будет летать? мне кажется нет потом расскажешь у себя входит да да я на 60 петлях сейчас вяжу носки мне кажется у меня хватит для носков прикольно прикольно да у меня-то конечно такая носочек реально для носков класс я не хотела буквально да да пожалуйста да 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 я мужу шарф вязала такой с толстой да это тонкая есть еще без файн просто толстая сто сто десять метров вообще мягчайше господи мы подержали голубую и ты желтую мы подержали голубую и ты желтую я недавно продала эту шарфу а не я думала желтую в итоге я продала потом пожалела да короче вязать тебе не придешь это Маша сказала желтую тему поддерживаем да я так знала спасибо большое да она красиво ложится она полосочками ложится а потом в белой секции с желтыми точками то снова полоски черные да 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 это не сами делают и давайте я вам немножечко поближе уже без всякого постороннего шума за исключение проезжающих машин покажу вам подарок который мне сделала даже это вот такие вот спицы вы видите до названия они кубические и они 13 сантиметровые я на них попробовал навстречу повязать кстати даже довязала один высок полностью закрыла мысок ими мне понравилось то есть длины хватает и я заметила что петельки немножечко меньше все-таки выглядит чем при других спицах которыми я вязала до этого соответственно вязание выглядит ровнее и очень интересно то есть меня про эти спицы замотивировали закончить носки которые я уже наверное месяц назад начала вязать и все никак подостыла маленечко к носкам переключилась на плечевые поэтому я закончила один носок и естественно начала 2 но начала я их на тех же спицах что и раньше не на этих потому что боюсь что будет отличаться плотность также мысок закрою на них как на предыдущих пока что все основное полотно вижу что мне еще дальше подарила вообще такой классный подарок необычный абсолютно неожиданный это вот такое чехол для носочного проекта я вам сейчас покажу как это работает это кстати хендмейт такой фетр даже сказал что он покупала на эти какой-то немки немецкого производителя здесь вот еще есть на липучке карман здесь можно еще один размер спицы разместить например или иголочки то маркеры что там что-то такое что необходимо в общем у меня кстати большая проблема была когда я беру с собой вязать носки они мне где попало являются часто ломались спицы а сейчас такая проблема должна отпасть тяжело конечно с одной рукой все это показывать чем вы убираете свои спицы вот так вот и защелкиваете носочек очень безопасно лежит у вас где-то в сумке там в пакете и спицы точно не сломается не погнуться классная вообще вещь очень очень нужным потому что как я уже сказала для меня реально была большая проблема возить с собой носочный проект и за одним покажу вам готовый носочек готовый носочек выглядит так напомню что это носки не вас окс по описанию юли вежуви здесь пятка бумеранг с клином подъема и я хочу вам сказать что это первая пятка бумеранг которую я связала без какой-либо дырки одна сторона вторая сторона я знаю как вязать пятку я уже что только не пробовала вообще затягивать перетягивать всегда была с одной стороны дырочка но фишка в том что и кстати так я вязала раньше но тем не менее дырка получалась поэтому я не знаю что в этом случае сработало здесь вяжется одна часть потом делается один заглаживающий круговой ряд и вяжется вторая часть пятки за счет вот этого сглаживающего ряда это понимаю отсутствует дырка но опять же я так уже раньше вязала тем не менее дырка была но вот здесь какое-то чудо дырочки нет носок еще не постиран просто натянула его на блокатор чтобы вам показать вот это вот место место стыка что она получилась идеально поэтому сегодня буду продолжать вязать носки и еще буду продолжать вязать мотивы из рафии я хочу закончить топ комиссоле 9 и полностью погрузиться вязание сумок мы на работе сейчас вяжем сумку крючком мотивами и у меня прям все горит я хочу хочу вязать крючком из рафии вот такие новости на сегодняшний день ну что я наконец-то готова показать вам свой новый джемпер ингрид светер по описанию аппетит нит он в оригинале вяжется из шерсти из комбинации шерсти мохера на шелке ну вот это вот обычное скандинавское сочетание но мне очень хотелось его связать либо из хлопка либо из смеси хлопка с шерстью и вот я выбрала пряжу cotton merino мне в начале видео наверно уже показывала эти все кадры и в итоге у меня получился шикарный просто джемпер давайте я немножечко привстану покажу вам его вообще сделала фотографии поэтому заходите в telegram заходите в instagram там я его показываю на себе именно на фото так что касается видео так вот сфокусировался такое ощущение что снизу он завужен на самом деле нет тут единственный момент где я поменяла спицы то вот на этой резиночке вот на этом кусочке наверно за счет того что здесь резинка 2 на 2 хотя она вы видите да она абсолютно не держится то есть она разровнялась немножечко будто сужается к низу но в общем и целом я очень довольна так на моем сами фокусируется все это горловина двойная я еще не все кончики запрятала измените очень хотелось надеть надеюсь фокус его при монтаже исправлю закрытие итальянское что сказать в общем давайте по расходу я взяла первый размер xs у меня ушло 9 мотков и мне немножечко на самом деле не хватило в идеале надо было брать 10 потому что я не довязала 4 ряда резинки и соответственно два ряда пола резинки и закрытия вот на это все все мне не хватило пряжи и соответственно меня не 18 рядов резинка получилось 14 вот это единственный вот такой вот момент не очень приятный случился но у рукава все все как всегда сначала на газу рукава потом тело и вот тело немножечко пострадала если бы я вывязала тело меньше то у меня были бы точно короткие рукава постирала его в машинке на режиме шерсть на 30 градусов ничего с ним не случилось только немножечко он разровнялся то есть при вязании вот эти узоры не были гармошка но вы видели на сейчас все вот ровненько абсолютно нет белый лонг слив и носика через дырки светится так я в него просто влюблена я жду теплой погоды когда я смогу надевать его со светлыми джинсами со светлыми брюками потому что с черным как-то не очень низом смотрится со светло-сером тоже и на следующей неделе должно быть потепление и я уже предвкушаю как будто в нем щеголять классно получился нормальная свобода облегания очень всем рекомендую по описанию вопросов никаких вообще не возникло абсолютно а единственный момент который мне понравился наверно об этом уже говорила что здесь очень много кончиков я перед стиркой соединила нити где мне начинался новый моток все остальные кончики я еще не заправила хотела надеть его на вязальную встречу но потом что-то передумала ну ладно чем погода не та и с черным цветом как я уже сказала с черным низом но очень хорошо смотрится ну и на этом будем заканчивать сегодняшнее видео надеюсь очень хорошо провели время вам понравился этот визуальный влог буду ждать вас в комментариях интересно ваша реакция во первых на этот джемпер во-вторых на нашу визуальную встречу так что пишите пообщаемся с вами и до встречи в новых видео всем пока пока